Аллилуйя, 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 Святой Великий Божий наш, Благодарю Тебя, Господь, за Слово Твое, за Рэму Твою, вот это откровение от Слова Твоего, Божия, и этим утром благоставляю Великое Имя Твое, благоставляю, благоставляю Тебя, Аллилуйя. Благословен Бог наш, всегда, ныне, пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Свет для всего человечества, для всех нас, наш Господь. Аллилуйя. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Аллилуйя. Никакая тьма не погасит света Божьего. Наоборот, свет рассеивает всякую тьму. Как говорят мудрецы, даже немного, маленечко света, немножечко совсем света, достаточно, чтобы разогнать огромную тьму. Спасибо Тебе, Господь. Был человек, посланный от Бога, имя Ему, Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него. Мы называем Его предтечей и крестителем Иоанна. Он не был свет, он человек, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Аллилуйя. Аллилуйя. Дальше просто как гимн такой великий поется. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, детьми Божьими, сыновьями и дочерями Божьими. Аллилуйя. Величайшая власть. Величайшая власть во всей вселенной. Быть детем Бога. Сыном Его, дочерью Его. Быть чадом Его. Аллилуйя. И потому мы и взываем к Богу Отец. Спокон веков верующие. С отца нашего Авраама. Взывали к небесам. Называя Бога своим отцом. Авину Малкейнум Шеба Шамагим. Отец наш, превыше, живущий на небесах. Так многие поколения взывали. И до явления свету народам. До пришествия Машиха еще. Его первого пришествия. До Рождества Христова. Но Новозаветно Бог поселяется не только на нас. Не только Он среди нас. Близко, возле нас. Но Он поселяется внутрь нас. И внутрь нас сущий Бог. Духом Святым взывает. Абба, отче. Ава, отче. Ава, оба. Это папочка. Папуленька. Папенька. На украинском есть татус. Аллилуйя. Отче это отец. Авину это отец. Папа. Поэтому Дух Святой взывает изнутри человека. Возрожденного. Для невозрожденного человека это безумием кажется вообще. Как можно к Творцу, Царю Царей, Богу, Богов. Творцу всей Вселенной. Вся земля наша. Как песчинка пред Ним. И вдруг взывать папочка. Папа. Для многих верующих разных религий, допустим, для мусульман, даже обращение к Богу как к своему отцу, оно кажется безрассудным и еретическим. И даже в Куране, в Священной книге мусульман, там говорится, что отцом для смертного не называй его. Один из переводов так говорит. Но как бы ни переводили разные переводчики, теологи исламские, я много порой так общаюсь. То есть у меня большая мусульманская родня, потому что проповедую мусульманам, потому что слово евангельское, слово живое, рассказываю об Исе Масихе, потому что у меня татарская родня большая по матери, Ибрагимов, Ахмедов, это много-много большая родня. Но, к сожалению, для многих закрыто благовествование, вот именно как раз вот это, с этой стороны, что назвать Всевышнего Аллаха, Бога, Творца миров, и вдруг назвать его своим папочкой, даже не папочкой, нет, нет. Это возможно только лишь сверхъестественно, когда Бог внутри уже поселяется. Без этого, без возрождения, это просто кощунство какое-то, значит, и святотатство, и глупость неимоверная. Вот так вот обращаться к Всевышнему на самом деле, согласен. Но когда Бог поселяется внутри нас, Духом Святым, это просто невозможно удержать. О, мой папочка, о, мой папуленька, о, мой татусь. Вот, и, но для многих миллионов и миллионов мусульман, действительно, более миллиарда мусульман на планете, назвать Всевышнего Бога, Творца миров, своим отцом, это, кажется, кощунство. Я читал одно свидетельство одной женщины, бывшей мусульманки, сейчас евангельской верующей, она написала свидетельство и озаглавила его такими словами. Я осмелилась назвать его своим отцом. И она свидетельствует, что, как вот, ну, так грубо выражаясь, миру говорят, как взрыв мозга. Но на самом деле это очень похожее сравнение, что что-то происходит такое, что просто все эти шторки, рамки, все просто рушатся вообще. И назвать Всевышнего Бога своим отцом. А еще больше, еще больше, просто все старое мышление просто взрывается и разносится просто по уголкам всей Вселенной. Когда Бог поселяется внутри нас, и уже мы не человеческий разум, а имеем ум Христов и взываем, так же, как Христос, наедине, один на один со Всевышним. Мы тоже взываем папочка, папа, папуленька, отец, ава, отче, ава, авину. Отче слово, оно не очень хорошо звучит в современном русском языке, это очень напоминает отчима. Вот, и отче мы сейчас не употребляем фактически, это архаизм, это слово уже не употребляемое фактически, но авину это папа, буквально, папа, отец. Поэтому буквально ава, отче, это папочка, папа, папуленька, отец. Это Духом Святым. Спасибо тебе, Господь Святой, спасибо, спасибо. Чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, но от Бога родились. Самое великое чудо во всей Вселенной, свершаемое на нашей планете, это духовное перерождение, рождение свыше человеческого существа. Рождение человека, гомо сапиенс, человек разумный, гомо религаре, человек религиозный. Это тоже чудо. Сегодня с помощью электронных микроскопов мы видим съемки эти потрясающие, в сети есть, на ютубе есть много таких лент, фильмов этих очень интересных, рассказывающих именно о моменте зачатия, как я вчера говорил, да, примеры, такие иллюстрации делал на молитве. Развитие, внутриудобное наше развитие каждого из нас, как мы жили там, развивались, формировались. Вот. Душа живая, удивительно, с момента зачатия на этой планете мы развивались, но первые 9 месяцев мы в утробах наших матерей развивались, в тайне, в глубине написано в Библии, как в утробе матери нашей. Значит, Бог нас создавал, вот, формировал, мы росли там, я там на служении как-то собрали, на собрании вспоминал там анекдот такой очень хороший. Или, как сейчас христиане говорят, не анекдот, а то, что слово такое режущее порой многим, религиозные уши, слух, говорят не канонической притчи. Ну, это, в принципе, одно. Вот, значит, и христианский анекдот, можно сказать так. Значит, когда там внутри матери, внутри, еще до родов, внутриутробно. Короче, двойня там растет, вот, два человека растут, между собой так переговариваются, один другому говорит, слушай, говорит, а как ты думаешь, есть ли жизнь после родов? Ну, и второй отвечает ему, не знаю, говорит, никто оттуда не возвращался. Вот так вот, так и сейчас тоже. Здесь мы, мы первые девять месяцев развиваемся внутри наших матерей, потом 70-80 лет, кому меньше, кому больше отведено развиваться на этой земле. 120 лет мы обычно мазал тофтом и желаем там, по старой доброй еврейской традиции, желаем до 120, как Мошера Бейном, как пророк Моисей прожить. Да и, в принципе, и больше, дай Бог здоровья, крепости, сил и счастья, и любви всем. Вот, но, знаете, ну, интересно, что, чудно. Потом наступают новые, как бы, роды. После девяти месяцев и после, там, скольких там лет, снова роды. Но уже в другой мир мы рождаемся. С этого земного мира, да, бытия, мы рождаемся в другой мир. Ну, и сейчас тоже переговариваемся, а есть ли жизнь после смерти? И многие там товарищи говорят, ну, оттуда никто не возвращался. Ну, хотя это неправда, на самом-то деле, по совести-то. Верующие-то знают прекрасно. Первенец Христос, да и много кто возвращался, свидетельствовали. Вот, ну, и ваш покорный слуга также свидетельствовал не раз уже, я, в программах этих молитвах, утренних, вечерних, об этом, в проповедях. Если кому интересно, кто не слушал еще мое свидетельство, то там наберите. У меня, вот, как раз на этом канале Ютуба есть, там, видео, как там, забыл название. Ну, Сергей Журавлев, ваш покорный слуга, да, архиепископ Сергей Журавлев, как бы, свидетельство или посмертное переживание. Вот, так вот, свидетельство о посмертном переживании. Запись там, по-моему, которая в Иркуте была сделана у моего товарища, пастора Валентина Мерунюка. У них я был в церкви неоднократно, и там сделали запись. Да, там у них, мне понравился там еще задний фон, там, помню, там, как раз такой, небеса такие изображены были. Классно, мне понравилось очень. Думаю, надо тоже что-то придумать такое с небесами, думаю. Баннер такой, было бы классно. Слава Богу. Да, друзья, благоставляю. Доброе утро, Сережа. Шалом, шалом, Иночка, шалом всем домашним. Шалом, благоставляю свою супругу, детишек благоставляю, внучек благоставляю. Да, и внука, и внучку. Так что, еще идут часы ее жизни. Потом там уже дни, потом месяцы, потом годы, десятилетия. Вот, так что благоставляем. Я благоставляю свою внучку. Вот, я счастлив, как дедушка. Второй раз дважды бабай, я уже дважды дедушка по-русски. Бабай это по-татарски, дедушка, значит, по-русски. Вот, значит, и дважды бабай я уже, дважды дедушка. Так что, вот, и благоставляю Адар Гадасу Аллилуйя. Кстати, сегодня 14 число у нас, месяца Адар, первого Адара, вот, месяца. И 5779 года, если считать от сотворения мира, или же, если считать от Песоха, от нашего исхода, то 3330 год завершается. И вот на носу уже 3331 год. Но если считать от сотворения мира, от исхода, имею в виду, от Моисея, от нашего выхода из рабства. Потому что двоякий календарь у нас, еврейская традиция древней, двоякий календарь. С одной стороны, мы ведем летоисчисление от нашего пращура, от Адама и Евы, от создания мира, мы говорим, да, и от создания мира, 5779 лет прошло с половиной как раз. Вот. А от нашего исхода, Бог также выводя нас, Он сказал нам, что мы читаем в Библии, да, что месяц сей, да, будет начало месяцев года у вас. И, в общем-то, мы исчисление месяцев также ведем и от Песоха, от Пасхи. Вот. И исчисление лет также ведем и от Пасхи. Такой двоякий календарь. Ну, а по гражданскому календарю сегодня 19 февраля сего 2019 года. Слава Богу за все. И в библейском исчислении 14, вот сегодняшнее 14 Адара, первого месяца Адар, високосный год, поэтому два месяца Адара у нас, вот, в этом году так выпало. Вот, полнолуние, да, полнолуние, я наслаждался сегодня ночью полной луной, вот, выходил, даже пробовал фотографировать, правда, на камеру как-то получается, не знаю, ну, размытый часто получается. Это нужно какой-то, не знаю, профессиональный какой-то камер, наверное, такое, чтобы, или какой-то, есть такие телефоны, которые то же самое, как и профессиональные камеры, снимают так, что там не размыто ничего, там все. Но, вот, само зрелище, конечно, незабываемо. Прекрасная полная луна, красавица такая вот, и я благословил Бога, поблагодарил Господа за, как мы называем, Пурим-катан. Пурим-катан, потому что в полнолуние этого месяца Адара, ну, второго Адара уже, да, получается, месяца Адара, через месяц, мы празднуем библейский праздник Пурим. Библейский старый праздник, добрый праздник, слава Богу. Прекрасный праздник, праздник нашей победы. Так что, спасибо дедам за победу, но самое главное, Богу спасибо за победу. Потому что, если бы мы не Бог, то, не дай Бог, сожжали бы нас потрохами. Да, вспоминаем мы царицу Исфирь, Эстер, она же Гадаса. Вот я и внучку свою также нарек, Гадаса. Адар, это месяц Адар, собственно, нынешний месяц Пурима, месяц Чуда. И Адар всегда сравнивается, в древней еврейской традиции нашей говорится, что приходит Адар, наступает Адар, да умножается радость. И действительно, великая радость умножается в сердцах всех евреев, так или иначе, даже атеистов. Потому что, все равно, як травога, как в Украине говорят, так до Бога. Вот. Ну, а наипачи, конечно, в сердцах верующих людей, богобоязненных людей. В сердцах всех, чтущих Библию, как Божье Слово, умножается радость. Когда мы читаем книгу Пурим, умножается радость наша, мы видим такую, как бы, невидимую, видим невидимую, видим невидимое, видим за кулисы, видим, как бы, ощущаем, вот, душу режиссера всего этого спектакля, театра, этого бытия, который за кулисами. Как вот, знаете, фильмы, допустим, фильмы мы смотрим, да, фильмы, и, ну, допустим, часто смотрим дома, да, вот, если дома я, то эти, комедии, допустим, очень, я люблю очень комедии, вот, там, старые, добрые комедии, классные, такие, что вообще можно смотреть их часто, вот, и не устаешь, вот, и многие фильмы даже, очень хорошие, классные фильмы, но вот режиссера, да, режиссера-постановщика, мы там не видим. Только там уже в конце режиссер там, или там начальник, ну, когда пишется там, пишется режиссер такой-то, и мы знаем фильм, допустим, например, вот, мне очень нравятся французские вот эти комедии, режиссер тот, Жан-Мари Пуаре, Жан-Мари Пуаре, он режиссер такого комедийного жанра, там, у него классная комедия, рекомендую, для любителей фильмов, таких хороших, таких светлых, таких добрых и поучительных, комедийных, то Жан-Мари Пуаре, у него такой старый, добрый французский юмор. Даже немного, чуть еврейский даже, с элементами еврейского юмора. Интересно очень. Между ангелом и бесом, это шедевр просто, считаю, вообще. Вот, по сути, ну, скажу так, каждому верующему, я рекомендую посмотреть, хотя бы раз в жизни такой фильм, чтобы уразуметь вообще, что такое оказаться между ангелом и бесом, и какой выбор твой, и где победа будет в конце. Досмотрите до конца, и вы поймете. Очень хорошее, я скажу, много проповедей рождалось у меня после этого фильма, будем так говорить, да, вот, казалось бы, комедии. Там «Пришельцы», «Пришельцы 2», там другие фильмы, вот, Жан-Мари Пуаре. Но он сам там не появляется в этих фильмах, да, хотя, там, когда в конце пишут, и там смотришь, оп, однажды показали, да, опа, это Жан-Мари Пуаре. Вот еще, а потом, другие фильмы, допустим, там режиссеры вообще, даже в конце их не видно вообще, только потом смотришь в гугле, а вот, вот он режиссер, да, вот как он выглядит, вот его житие, описано, будем так говорить, бытие. Ну, ладно. Вот, вот, знаете, вот так же и Господь Бог, всемогущий, как вот режиссер этого, всего этого фильма, вот можно сравнить весь наш, ну, всю нашу землю, будем так говорить, всю нашу, да, землю можно сравнить с такой съемочной площадкой, значит, где снимается фильм, будем так говорить, уже 5779 лет. Актеры меняются, но, или как театр, допустим, да, спектакль играется, роли прекрасные, да, все расписано, но актеры меняются, и поколения меняются, на самом деле, но больше или меньше, примерно, одно играется, вот, и режиссер не появляется, но иногда он проявляется, иногда он выходит, ну, в конце какого-то, допустим, выступления, выходит поклониться публике почтеннейшей, там, или, допустим, там, некоторые режиссеры, допустим, вот этот, как его там, забыл-то, американский-то, или кто он, короче, какой-то режиссер, я уже забыл уже, ладно, там, в своих фильмах, там, показывается в этих, в эпизодах, короче, там, где-то там раз, там, вроде как, случайно, прошелся, вот, как в фильме «Один дома» Трамп, допустим, снялся, да, там, просто эпизод такой, вот, он показал, там, этому мальчугану, показал, значит, указал, да, да, вот, Дональд Трамп снялся, так что, ну, раз и все, вот, то же самое, вот, некоторые режиссеры появляются в своих этих лентах, так, вроде как бы там, то швейцар какой-то, то там, просто в толпе, человек там, товарищ какой-то, вот, и Бог всемогущий, вот, Библию читаю, очень удивительно порой, он, порой он невидим, да, порой он проявляет себя, порой он проявляет себя, когда он невидим, да, напрямую, он проявляет себя через людей, через обстоятельства, через, растения, через животный мир, проявляет себя, допустим, вот, даже повелевает, там, допустим, рыбе, да, проглотить Иону, там, и рыба послушно, да, потом, осливится, допустим, говорит человеческим голосом. Да, Бог проявляет себя порой и через животных, через рыб, через растения проявляет себя даже. Через многое, что проявляет себя. Но наипаче, конечно, через человеческий род проявляет себя. И мы видим в игре каждого персонажа руку Бога. Удивительно. И в книге «Эсфирь», «Рассуждая о Пуриме», а сейчас тема такая предпуримная. Тем более, праздник сегодня у нас Пурим Катан. То есть, как бы, Пурим малый, как бы, Пурим местечковый, Пурим личный, твой личный Пурим. И сегодня я благодарю Бога. Конечно, на утренней молитве всего не расскажешь этого. Много есть у каждого верующего разных свидетельств. Но, действительно, у каждого верующего есть большой или малый Пурим, и не один в судьбе. Когда враг о нас бросает жребий, либо финансовый Пурим, допустим, да, насчет банкротства, все, казалось бы, неминуемо полной трагедией. Вдруг чудесным образом сверхъестественное обеспечение, да, значит, божественный Пурим. И в материальной сфере, такой финансовой сфере, там, материальной сфере, с продуктами питания, там, много чудес. Вот как-то в Африке, там, рассказывали это свидетельство, когда наварили, там, каши какой-то, приготовили покормить детей, а потом вдруг привезли столько детей, значит, и собрали столько детей, что, ой, даже на четверть, или сколько там писали, на пять, что ли? Ну, короче, на какой-то лишь процент хватило бы детей покормить. И то, вот, без добавки, а просто вот такой традиционный, ну, как бы, норма, но по норме давать, обозначенной сверху, там, норме. А всех остальных, что они будут просто, получается, смотреть, хлопать глазами голодными и видеть, как другие там их сотоварищи кушают. Вообще так нехорошо было. Вот такая ситуация. А в миссии больше не было ни продуктов, ничего там, ни каши больше не наваришь. Вообще, они все сварили, что было у них там просто, в котлах этих, больших таких, этих. И вот этот Хадди Беккер, да, рассказывал, по-моему, об этом, миссионерка американская. Что значит, что? Они стали молиться. Стали молиться, и Бог так сильно пришел, прямо на кухне там. Вот, значит, они, короче, стали, была не была, рискнули с Господом. Вот, сколько смогут, столько накормят, короче. Вот, молились, плакали некоторые сестры, накладывали, накладывали, молились, раздавали, раздавали, раздавали. Документально зафиксировано, такое документальное чудо вот наших дней. И выяснилось, что потом уже, когда половина детей была накормлена, половина уже, до них стало доходить, что это чудо, потому что в котлах еще была каша. И они, мало того, что всем по порции назначены минимальные порции, да, вот, чтобы, ну, жить не жил, но чтобы и помереть, не помер ребенок-то, понимаете ли? Накормили их, значит, всех. Люди выстраивались, детки, колоннами выстраивались эти черненькие мальчики, девочки, выстраивались за добавками. Так женщины добавки еще им, бац, бац, бац. Короче, представляете, вот это чудо какое, было зафиксировано, потом эти сестры все собрались, там, братья, там, какие были, значит, вот прославили Бога, что да, действительно, и сколько было мешков, они потом почитали, все, все там, там, подсчитано в миссии, сколько выделено денег, сколько купили всего, точно чудо, потому что, во-первых, всех накормили, во-вторых, по добавке дали кому надо, кому даже и не две добавки, и больше добавили, вот, плюс еще осталось в котлах, еще осталось там, ну, не столько много, но осталось еще каши, вот это да, так что это вам не Гришкина или Мишкина каша какая, это, божья каша, вот, и, Дебекер, там, другие какие-то проповедники, рассказывая об этом чуде, документально зафиксированном, они, говорили, ведь Иисус, и сегодня он тот же, и он тогда, помните, люди голодные, множество евреев собралось, там, значит, и уже не ели, сколько, значит, и хотели, ну, если их распустить сейчас миром, как говорится, да, идите, питайтесь, где-то там, то многие ослаблют дороги даже, потому что в присутствии Бога, находятся в этом, в таком, ну, молитвенном каком-то собрании, слушая проповеди, молитвы, все это, видишь, чудеса, когда вот такое собрание помазанное, такое, да, там было, Иисус, как пастор был у них, вот, то в этом помазании, сильно и голод не чувствуется, не ощущается, многие даже, ну, даже люди порой далеки от религии, попадая в такие собрания, забывают вообще о еде, обо всем, о сне, вот, как бы находясь в таком переживании, но когда выходят люди, особенно, вот, если невозрожденный человек, очень сильно ощущается, выходят с этого собрания, все сразу наваливается, вот, и тем более, когда далеко уходят уже от этого собрания, да, значит, со своими мыслями, какими-то переживаниями, вот, и все возвращается, и опять он чувствует голод, и ему, и все прежние грехи там возвращаются, как один человек говорил, что попал в такое собрание, потом будет, только на, еще настолько сильно вот эти были остаточные явления в его жизни, он не покаялся, но, ну, не выходил на покаяние, там, все, не принимал Христа, как бы, просто был там и был удивлен, только лишь там на второй или даже третий день он вспомнил, что он курит, оказывается, он курильщик был заядлый, он просто одежду, значит, перекладывал, значит, и нашел пачку сигарет, и он вспомнил, стоп, так я же курю, так я уже там пару дней там точно уже не курил, вот это, да, и для него это было, конечно, свидетельство, шарашивало, и вот Иисус, он говорил, что сейчас они вот как бы в такой вот, в таком присутствии Бога, они особенно не чувствуют ничего, не голодают, но, когда уйдут, они будут голодать, и, значит, и многие из них ослабнут в дороге, точно, вот, надо их накормить, но, там говорят ученики, так нужно, сколько же денег нужно, чтобы, значит, это все, сейчас закупить столько продовольствия, наша миссия, она не способна оплатить, будем так говорить, да, вот такое количество еды, но даже если я сейчас оплатим, то это как бы, ну, как, когда, где закупать, все, привозить, доставлять туда, в это место, значит, сейчас продукты питания, представляете, вот, а Иисус говорит, а что у вас есть, там вот здесь вы мальчика только вот, опросили там, товарищи отпросили там всех, кто был, только у мальчика там, хлебушки и рыбки, все, так что это, для мальчика только, хорошо у мальчика была, такая мудрая еврейская мама, которая ему тормозок с собой собрала, знаете ли, но, слава Богу, за эту мамочку, конечно, которая позаботилась об этом мальчике, но, а Иисус говорит, ну, отдайте мне теперь, наверное, мальчику было, не знаю, как он, что он там думал, но, короче, он отдал это Иисусу, слава Богу, он не зажал, все это, не стал там под подушкой, это все есть, будем договорить, он отдал это Иисусу, вот, Иисус большой, ему видней, все, как бы, и мальчик доверился ему, слава Богу, за этого мальчика, слава Богу, за маму его заботливую, слава Богу, за этого мальчика, и, и вот Иисус, он возрел на небо, помолился, благословил Бога, баруха та адонай, и лагейну мэлда хаулам, а что он, он говорил, благословение, благословим Бог наш, преломил, рыбку благословил, Бога благословил, рыбку преломил, и раздал ученикам, ученики дальше людям, и это умножилось, 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 и настолько сильное умножение пошло, вообще в этом, в присутствии Божьем этом, что 12 коробок, 12 учеников с коробами, полными были еще, представляете, не просто все пораздавали, это умножилось так, что даже не там, как вот в Африке, в наши дни, а еще даже больше было остатков, чем, значит, намного больше, чем, значит, в разы, в разы, многие разы, чем изначально было дано, удивительно, конечно, здесь вот в Украине чудо, вот мне рассказывали о таких чудесах, да и многие верующие, подобные чудеса уже фиксировали, просто даже многим верующим порой не верится, да, как вот многие из нас порой, как вот тот еврей, говорим мы Всевышнему Богу, как и я порой тоже говорю, особенно раньше говорил, верю Господи, верую Господи, помоги моему неверию, вот есть такое, бывает такое, к сожалению, да, потому что мозги человеческие, по-человечески отказываются вообще, вот принимать это чудо вообще, как чудо, может это совпало, может это просто так получилось, да не знаю как это, но очень трудно, не то что неверующим, порой кстати неверующие быстрее даже принимают чудеса и верят, верующим очень порой сложно уверовать, вот поэтому, да, вот и здесь вот тоже в Днепропетровской области, да, значит, рассказывали как раз во время Второй мировой войны, когда то красные, то фашисты, немцы, то коммунисты, короче, там непонятно такая была, села переходили из рук в руки, порой десятки раз, война была нешуточная, обстреливали со всех сторон, и там весь там зимний период, там осенний зимний период, они там были в подвалах, там, значит, там в домах прятались, ну кто где прятался, короче, и вот одна семья выжила, а, и искали продовольствие, искали, ну, что-то поесть, но на улицу было выходить опасно вообще, вот, и одна семья рассказали, они такие, такой случай, но это были уже и дети, и даже внуки даже, вот, верующие, пятьдесятники, тогда было большое там пробуждение, такое пятьдесятническое, многие кавились, обращались к Богу, принимали Иисуса Христа, своего личного спасителя, слава Богу, слава Господу, и там, значит, оставалось последний видок картошки, поздней осени, еще впереди вся зима, вот, и они посылают в подпол, как бы, младшего, чтобы он принес там, там, две-три картофелина, допустим, да, и шкурки, все-все-все в дело, и, короче, семья ела, последнее уже доедала, и он приносил там, по две-три картофелина, приносил там, значит, этой картошки, значит, а потом родители спохватились, так что-то не то, уже ведро должно было закончиться там, они спрашивают, ну, ты, идти опять за картошкой, а потом спрашивают, младшего этого сына-то, ну, а там еще, осталось еще? Да, он говорит, осталось еще полное ведро, как полное ведро? Короче, они молились, и их вдруг осознали, пронизало просто, так это чудо, они так благоговейно, даже к этому всему отнеслись, люди, что Бог вот, они даже боялись туда, в подпол даже, и заглянуть даже, они знали четко, что там было последнее ведро, но оно не кончалось, и оно не кончало всю зиму, и весну, и, значит, уже, уже поздней весной, получается, уже когда сажать уже, они спустились, вот, чудо прекратилось, правда, да, но там уже был сезон, значит, и уже можно было выходить уже, и можно было что-то собирать там, допустим, все, вот, и плюс еще, они могли посадить картофель, как раз вот еще, интересно, ведро так оставалось полным, кстати, довольно интересно, то есть, в наши дни, Бог тот же самый, Он совершает чудеса, порой такие, просто, человеческому уму непостижимы, сверхъестественные, спасибо тебе, Господь, за все, благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенный, Роман пишет, да, слава Иисусу Христу, Господу, и Спасу нашему, слава Богу всемогутнему, доброго ранку, и благословенного дня, благослови Господь, Роман пишет, аллилуйя, слава Господу, благословляю всех вас, братья и сестры, вот, уже и святает, вот, и преломим хлеб, друзья, совершим причастие хлебопреломлении, спасибо тебе, Господь, за все, у меня здесь сок, есть, вот, и лепешка, вот, и совершим причастие Евхаристию хлебопреломлении, вот, если нет сок у вас, то налейте просто воды, даже, хлеб, любой, самое главное причастие, оно здесь совершается, и здесь, я говорю, самое главное, что причастие было Евхаристия, в нашем рассуждении о теле крови Господа нашего, Спасителя нашего, Иисуса Христа, аллилуйя, аллилуйя, рассуждаем об этом, это в этом жизнь наша вообще, Он есть свет, истинный, Он действительно свет этому миру, свет, который для многих людей, да, Он светит так как бы со стороны, но для возрожденностей свыше людей Он светит не только со стороны, Он поселяется внутри нас, и светит в нас, и через нас, аллилуйя, да, как Маяковский так писал, светить всегда, светить везде, вот лозунг мой, говорит, и солнце, действительно, вот верующий Он такой, да, человек, светить всегда, светить везде, никаких гвоздей, да, и свет Христов, он просвещает всех, свет Иисуса Христа, спасибо тебе, Господь, ты есть свет истинный, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир, Боже всемогущий, благодарю тебя за сегодняшний день, за полнолуние месяца Адара, 14-е Адара, 5779 года, от сотворения мира, от нашего сотворения, Боже, спасибо тебе, 3330 год завершается уже, от нашего исхода, спасибо тебе, Господь, Боже, мы помним это, и благодарим тебя, Боже, открывая Библию, рассуждая над ней, мы читаем не просто о делах давно минувших лет, дни этих, мы не только говорим о том, что было, мы знаем, что даже вспоминая о тех, и о сотворении, и об исходе, о других твоих чудесах, Боже всемогущий, мы знаем, что ты и сегодня тот же самый, и что ты, Бог всемогущий, проявляешь себя, свое всемогущество, вечный, во временном, великий, в малом, бессмертный, в смертном, спасибо тебе, Господь, благодарю тебя, милостивый Царь, и для меня великая честь сегодня, преломлять хлеб, поднимать бока этот, во славу твою, Господь, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, тело Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа. Кровь Христа омыла меня, кровь Христа исцелила меня, кровь Христа освободила меня, кровь Христа спасла меня, кровь Христа исцелила меня, кровь Христа благословила меня, Аллилуйя. Слава и хвала за кровь Твою, слава и хвала за кровь Твою, Иисус Христос. Ты мой Господь, Ты мой Царь, брат и друг, всемогущий, всесильный, благодарю Тебя и благоставляю великое имя Твое, и спасен я драгоценной кровью Христа моего, Спасителя моего, Господа моего, Благодарю Тебя, Боже Всебогущий, за агнца Твоего, моего Искупителя, Боже, за действительно помазанника, Христа Твоего, моего брата и друга, благодарю Тебя, Господь, за прощение всех, 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 всех грехов, за исцеление всех, 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 всех болезней, за жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую, Божию, которая вечности, и которая здесь, в этом временном мире, в этом временном измерении, пространственно-временном измерении, проявляет себя. Благодарю Тебя за Пурим Катан, благодарю Тебя за те Пуримы, что Ты совершал и совершаешь в наших судьбах, потому что любящим Тебя, призванным по Твоему благоизволению, все содействует ко благу, и все превращается в великий и великий Пурим Твой, Пур великий, жребий. Мы знаем, что многие бросают жребий против нас, против народа Твоего, но, Господь, жребий Твой да исполнится в наших судьбах. Благословен Господь, Бог наш, Царь Израилев. Аллилуйя. Аминь. Тело Христа примите, источника бессмертия, кровь Христа. Пейте все, ешьте все. На здоровье, благословений, процветаний во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Спасибо. Господи. Аминь. Аминь. Спасибо, возлюбленный. Спасибо, драгоценный. Спасибо. Миллион раз спасибо просто. Спасибо. Спасибо. Аминь. Аминь. Спасибо, Господь. Спасибо. Спасибо. Иисус Господь. Иисус Господь. Иисус Господь. Иисус Господь. Иисус Господь. Иисус Господь. Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Слава Господу! Все совершил Бог, нам дал спасение, исцеление, освобождение, благословение. Дьявол побежден, и смерть не властвуя теперь, Иисус Христос, Господь мой, Спаситель мой, брат мой, друг мой, Царь мой, Аллилуйя, О, Аллилуйя! Ты мой Спаситель, и Ты, Царь Царей, Иисус Христос, Ты мой Господь, Иисус Христос, Царь Освободитель, Иисус Господь, Бог мой, Целитель, Аллилуйя! Аллилуйя, благословен Ты, Господь Бог, наш Царь всей Вселенной, благодарю Тебя за победу Твою, за жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую, за Твое спасение. Дар Божий во Христе, Иисусе Господе нашим, чтобы никто не хвалился, просто Твой святой дар, Аллилуйя! Даром, 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 бесплатно, потому как величайшая цена, она слишком великая, чтобы мы могли это оплатить. Она невозможная для нас, абсолютно. Аллилуйя, 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 Аллилуйя! Те верующие, что спорят с Господом и пытаются заработать спасение сами, своими делами какими-то, делами праведности, несчастные эти души, молюсь о них, да помилует Господь их сердца. Такие люди, они недооценивают просто силу греха и проклятий. Они думают, что могут сами оплатить. На самом деле проблема греха следующая, что просто возьмите за грех смерть. Все. Самому не выкарабкаться, самому не спастись. Только Он, только Господь, только Он. Поэтому я спасен. Прощен. То, что было, то, что есть, то, что будет полностью прощен, рожден, свыше не грешит человек. Я не грешу, не потому что запрещено законом, правилами религиозными, божьими, прочими. Нет. Потому что Дух Святой во мне, потому что Христос живет во мне, а я в Нем. И я погружаюсь в Него больше и больше, пропитываюсь им больше и больше, а Он погружается в меня и пропитывается мною. Христианство – это Богочеловечество. И в этом Богочеловеческом процессе, конечно, причастие, будем здоровы, причастие является таким как раз вот очень и очень важным. Для меня актом веры, актом вот такого Богопознания, потому что рассуждение о теле и крови Христа, даже когда нет возможности, допустим, ни сока нету, ни хлеба такого, ну, там, лепешку специальную, а вот просто беру ржаной хлеб, там, просто воды, допустим, где-то даже в парке, в автобусе, там, где угодно, совершаю это причастие, рассуждая о теле и крови Христа. Порой есть такие дни, определенное борение духовного бывает, что и не раз в день причастия, а два, три, десять и больше порой, рассуждаешь о теле и крови Христа, провозглашаешь победу через кровь Иисуса Христа и принимаешь причастие. В однеборении с болезнями, с нищетой, с проблемами многими, молитва за церковь, допустим, молитва за народы, за омиссии, и начинаешь много раз совершать причастие в течение дня, чтобы, и там, берешь, просто беру бутылочку с водой, беру хлебушек, и раз кусочек съел, выпил глоточек воды и молюсь, молюсь, вот, рассуждая о теле и крови Христа. Это Евхаристия, это причастие Евхаристия. Конечно, есть и церковное, религиозное, церемониальное, литургийное, Евхаристия, причастие. В этом есть свой какой-то смак, в этом есть своя какая-то изюминка, безусловно. Вот, но и наше рассуждение о теле и крови Христа должно быть не только, там, раз в год, или раз в полгода, или раз в месяц, или, там, раз в неделю. Не просто это даже литургийно, обрядово, богослужебно, значит, коллективно, но и вот так вот индивидуально, один-один с Господом. Вот, или в кругу семьи, друзей, товарищей, просто домашнего общения. Всякий раз, когда мы едим, мы и пьем, совершаем это. Вот, даже вот, допустим, приехал товарищ, раз борща разогрели, едим. Вот, для меня это Евхаристия, причастие. Мы совместно трапезу совершаем, рассуждая о теле и крови Христа. Аллилуйя, Аня пишет, доброе утро, 23 года, в затылке постоянная боль, как шип сидел в голове и мучил меня, ух ты, молилась, причастившись, и видение было ночью, как потоки крови стекали с головы Иисуса. Ух ты, да, мощно. Утром заметила, боли нет, слава Иисусу, Аллилуйя. Слава Богу, сестра дорогая. Слава Богу, сестра Аня, пишет роман, да благослови Господь. Здоровья. Благословляю всех братьев и сестер, любовью Господа моего. Молюсь, чтобы Иисус освободил Украину от илопоклонства. Аминь, аминь. Слава Богу. Вот, ну, пробуждение и стран, и народов начинается с каждого из нас. Вот, пусть в наших сердцах не будет никакого идолопоклонства, нет места идолам, бегите от идолопоклонства. Пусть в нашем сердце всегда будет Иисус Господь, Иисус Царь, Иисус Освободитель. Аминь. Слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому. Аминь. Из города Киева, с Киевской архиепископией нашей реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Божьей милостью, архиепископ Сергей Жаулев. Благоставляю всех вас. Давайте споем благоставение. Благоставляю, я все еще по впечатлениям рождения внучки, вот, Адар Гадасу. Благоставляю сейчас, прямо сейчас, эту маленькую, красивую девочку. Умную, благоставенную, успешную во всех делах. Потому как дети наши святы, потому что мы благоставляем их. И по этой молитве они тоже святы. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. И внуки наши, и правнуки, все-все. Спасибо тебе, Господь. Да благословит тебя, Господь, и сохранит тебя. Да призрит на тебя, Господь, светлым лицом своим, и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя, и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И поздравляю всех, паки и паки, как говорится, снова и снова, по-русски. С праздником сегодняшним. Пурим Катан. То есть, малый Пурим, как бы, Пурим местечковый, Пурим личный. Размышляем сегодня, в течение дня, как раз и вчера вечером, сегодня днем. Размышляем о больших и малых Пуримах, совершенных Богом Всемогущим в наших судьбах, в наших семьях, в наших странах, народах. В наших церквях, общинах, синагогах. Размышляем и Бога благодарим. В истории христианства, в истории Израиля было много Пуримов, больших и малых. Также размышляем о несостоявшихся Пуримах. Когда должно было бы быть, казалось бы, избавление, но оно не пришло. Есть свои уроки. Мы берем уроки и из несостоявшихся Пуримов. Когда небожий жребий совершался в судьбе народа Божьего или в судьбах верующих, в наших судьбах. Вот, об этом тоже размышляем. Это очень хороший урок. Вообще, Пурим, это книга Исфирь, перечитывая каждый раз, мы, понимаете ли, видим, как чудо Пурима, божественное чудо Пурима. Это богочеловеческий и человеко-божеский процесс определенный, который мы замечаем историю царицы Исфири, вдохновляемся ей, истории Мардыхая, каждый раз перечитывая. Мы понимаем, Хашвироша того вспоминают, да, Артавсерца, царя тогдашнего Великого. Мы вспоминаем, что действительно есть определенный богочеловеческий процесс чуда и человеко-божеский процесс сверхъестественного. Есть в естественном определенный процесс, который мы должны понимать, но более детально, конечно, я буду говорить ближе к самому Пуриму, собственно, который в этом году, 21 и 22 марта будем гулять. Благодарить Бога, славить Господа, у нас будет здесь евангелизация тоже, Пуримное, служение, предпуримная будет евангелизация также. Евреи за Иисуса здесь, значит, неевреи за Иисуса, все-все-все за Иисуса. Аминь. И Ишуа Машиах, Иисус Христос. Вот, и во Львове я буду говорить тоже о Пуриме, как раз Божественном Пуриме, в собрании церквей разных, получается, конфессий, разных иллюминаций, там, слава Богу в эти дни. Вот, утром подключайтесь, каждое утро в 6 утра, да, пока я здесь в Киеве. Вот, в воскресенье служение будет у нас Кифа, вот, отец Виктор, даст Бог, будет, вот, и потом еду во Львов уже. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья. Аллилуйя. Аллилуйя.